Всем привет! Рада снова с вами быть, и сегодня на очереди хуманизация колонны. Наталья Ратникова представила колонну в виде вот такой необыкновенной куклы. Мне это напомнило выставку современного искусства, и я думаю, вы поняли, о чем я. Но эта кукла кроет в себе секреты. Посмотрим, что вышло. Она полностью подвижная. Но и прежде чем оглашать какую-то критику, давайте посмотрим, какую огромную работу проделал автор. За основу была взята куколка Барби и голова с Алиэкспресс, со вставными глазками. Глазки были удалены, голова была уменьшена с помощью растворителя, когда она пролежала очень долго в растворе. И теперь головка стала дубовая. Наталья уже нашла колонну, из которой будет отливать форму. Колонна была залита силиконом для того, чтобы сделать форму, молд. Наташа заливает полиуретан в форму. Работа кипит полным ходом. Отлила я уже форму для моей колонны, которую я делаю для хуманизации. Головку я замотала в всю пленку и вот так вот ее отпечатала, чтобы она у меня так вот как бы утопала там. Посмотрим, что вышло. Если честно, мне самой жутко интересно. Немножко он у меня такой, немножко не досох, еще чуть-чуть он подсохнет. В принципе, очень даже прикольно. Мне нравится. По большей части это будет отставка. Итак, из подставки выпилен кусок. Часть долеплена на голове и голова будет укладываться в это отверстие. Отпилено тело, если помните, там были кнопки. Из папье-маше укрепляется задняя часть колонны. Сделана заготовка для глаз. Теперь надо увеличить отверстие в голове для того, чтобы голова встала на тело. Голова окрашивается из баллончика, потому что она должна быть одного цвета. Посмотрите, как сделана конструкция. Куколка может вертеть глазками. Действительно, получилось жутко. Тут Наташа решила все-таки сделать ей с одной стороны белые волосы. И немножечко подлепить форму тела моделайтом. Итак, готовится форма. Как вы думаете, для чего? Обратите внимание, какой позвоночный столб был сделан. И вы уже знаете, для чего? Чтобы кукла была подвижной, чтобы она поднималась с этой подставки. Итак, колонна вновь заливается вместе с куклой. Так, ну я вынула из формы. Так вот, немного жутковато получилось. Буду еще доделывать. Ну, в общем, так она будет выниматься. Так же будет в нее погружаться. По-моему, очень даже клево получилось. Мне все нравится. Итак, наклеиваются реснички, также из белого меха. И соединяется верхняя часть колонны с самой колонной. Вот так в итоге должно получиться. Осталось разгладить края и выровнять заднюю часть. Ну, а теперь окрашивание. Наташа наметила полоски, которые будет прорисовывать. Одевается голова куклы. И Наташа приступает к росписи. Осталось заклеить голову и приклеить волосики. Пишите в ваши комментарии, как вам такое необыкновенное исполнение задумки, олицетворение колонны. Всем пока и до новых работ! До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok